Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Аверьянов. И это пятый эпизод из цикла выпусков «Юген», где я рассказываю о том, как я проектирую, и потом буду строить свой собственный дом. Получается, практически настоящий сериал. Поэтому, если вы только что подключились, настоятельно рекомендую пройти и посмотреть все предыдущие эпизоды. И ссылка на плейлист «Юген» будет в описании. Это нужно для того, чтобы быть в контексте, потому что все завязано. Это прям такая драматическая цепочка, которая выстраивается от самого первого выпуска. Мы сейчас активно проектируем. Вообще, планировалось, конечно, что к лету мы уже с проектом закончим. И в супероптимистическом сценарии я планировал начать уже строить свой дом. Но, к сожалению, супероптимистического сценария не произошло. Во-первых, проект полностью не готов. Второе, как бы я пока еще не вышел из других инвестиционных проектов, чтобы у меня была вся необходимая сумма для того, чтобы начать стройку. А это именно те два условия, при которых я планировал начать строительство. Потому что я не хочу построить недострой, как это часто бывает. Поэтому хочу, чтобы у меня все было спланировано и была вся необходимая сумма, чтобы она лежала, и мы спокойно начинали строить. Вот, ничего страшного. В принципе, если вдруг даже в этом сезоне мы стройку не начнем, а такой риск тоже, он существует, мы просто чуть более глубоко погрузимся в детали еще проектирования и допилим все детали, и уже в следующем сезоне спокойно выйдем. Контента, в любом случае, по этой теме будет огромное количество. Плюс у меня есть очень интересная задумка, о которой я вам сейчас тоже расскажу, чтобы вы следили и впитывались той информацией, которая будет в процессе проектирования и в будущем строительства дома. Поскольку сейчас такая прям активная стадия проектирования, то давайте и поговорим. У меня с последнего выпуска накопилось очень много информации, и прям не терпится ею всей с вами поделиться. Значит, мы сейчас по крупицам собрали реальную команду суперпрофессионалов по максимальному количеству областей для того, чтобы сделать полный проект. А я напомню, что одна из задач вообще проекта этого — это сделать полное проектирование буквально до всех деталей, касающихся и ландшафта, и дизайна интерьера, вообще по всем разделам. В результате получилась такая очень грамотная команда. Также напомню, поскольку проект сложный, мы выбрали единственную правильную стратегию — это работать в BIM-модели. для тех, кто не знает, это Building Information Model, то есть это некая 3D-модель, в которой работают все смежные проектировщики, которая имеет единую систему координат, и где можно посмотреть, как одни разделы взаимодействуют с другими. Например, как конструктив пересекается с проектом по вентиляции, и так далее, и так далее. Вот задача, в принципе, при строительстве дома — построить его два раза. Первый раз — при проектировании в виртуальном пространстве. Второй раз — уже физически. И вот сейчас первый сезон о том, как мы виртуально строим этот объект. Конечно же, первое — это автор проекта Станислав Николаев. Он сейчас как раз занимается разработкой архитектурных решений и, в принципе, осуществляет, скажем так, шеф-авторский надзор за всеми разделами. Его основная задача — это то, чтобы сохранилась изначальная концепция этого объекта, чтобы визуально он был построен и реализован таким же образом, как это предполагалось на визуализациях, чтобы было правильное сочетание по материалам, по цветовым решениям, по мелким деталям, стыкам материалов и так далее, и так далее. То есть вот куча всяких мелочей, и за этим, конечно, Станислав следит. Несмотря на то, что он непосредственно дизайном, например, интерьера не занимается, но, тем не менее, он также в этом процессе очень активно участвует. У Станислава в команде есть главный архитектор проекта — это Дмитрий Кулич. Человек уже, так скажем, более практический, с большим опытом строительства. Он следит, соответственно, за разработкой конструктива и архитектурных решений, и других узлов, и разных других подрядчиков. Потому что задача его уже на будущее заложить то, как мы этот проект будем строить, с какими трудностями мы сможем столкнуться, как в дальнейшем потом этот объект будет эксплуатироваться. То есть все эти практические детали как раз задача главного архитектора проекта. Далее, следующий участник команды — это главный конструктор Алексей Мосякин. Очень немного сейчас конструкторов, которые работают в среде Revit. И, собственно, нам удалось найти конструктора, который как раз в этой среде работает. А для нас крайне важно, чтобы все участники проекта работали в единой среде. Как раз для того, чтобы реализовать ту самую BIM-модель. Значит, мы с конструктивом на текущий момент практически на 90% закончили. Чуть позже обязательно коснусь. Получается очень добротный и надежный дом. Следующий участник команды — Игорь Васильев, визуализатор. Вообще, при проектировании качественные визуализации, рендеры, такие, которые предполагают реальность в будущей картинке — очень важный этап. Потому что именно на этих визуализациях мы можем синхронизироваться между мной как заказчиком, авторами проекта, посмотреть на какие-то вопросы, которые возникают при составлении сцены. И определиться, задать некую базу того, к чему мы идем. И дальше уже от этой базы отталкиваться, если происходят какие-то изменения по материалам, по цветам и так далее. Но самое главное — есть картинка, к которой мы стремимся. И это очень важный раздел. Еще один немаловажный участник команды — Алексей Петелин, компания «Экопочва». Эта компания отвечает как раз за ландшафтный дизайн. И мы Алексея подключили на самом начальном этапе, потому что участок рельефный. Дом вписан в природное окружение, и здесь вообще архитектура неотъемлемым образом связана с ландшафтным дизайном. Поэтому, в принципе, архитектурный проект изначально уже создавался при взаимодействии с Алексеем. Сейчас уже презентована некая эскизная концепция ландшафтного дизайна. Тоже обязательно ее коснемся. Также запущена работа по дизайну интерьера. Сергей Семетричев, компания «К2 Design». Полностью отвечает за визуальную концепцию и техническую часть по дизайн-проекту. Уже определились с направлением по дизайну интерьера, по стилю. И постепенно движемся, занимаемся уже отточкой каких-то деталей. Крайне важный участник команды — Ирина Кравчук. Это комплектатор, которого я привлек практически на этапе уже после готовности эскизного проекта. Вот. И считаю, что, наверное, это одна из самых ключевых вообще позиций. Потому что уже на этом этапе Ирина занимается взаимодействием с будущими поставщиками, подрядчиками. Мы уже сейчас, даже когда еще полностью не готово к проектированию, закладываем определенные материалы, консультируемся с подрядчиками, с поставщиками о том, как лучше и что сделать. Учитываем это в проекте, привлекаем какие-то компании к дополнительному проектированию. И, конечно, это огромная работа по этому взаимодействию, по проведению таких, не знаю, мини-тендеров для того, чтобы определиться вообще, в каком направлении и с каким подрядчиком комфортнее будет двигаться. И я вообще не представляю, по результатам вот этой работы, как вообще по-другому можно к этому подходить. Несмотря на то, что, возможно, в стройку выйдем только в будущем году, однозначно эта работа крайне будет полезна за это время, потому что мы определимся с конкретными поставщиками, о чем-то уже там договоримся. И нам не нужно будет это все менять по ходу строительства и разбираться в этом. Во всех случаях будут приняты крайне осознанные решения, базирующиеся на наиболее полной информации. Это как раз то, к чему я стремлюсь. Далее, наш несменный инженер системы автоматизации Алексей Шалагин, компания IP4U. Наш давний партнер. Как раз с ним работаем по электрике, по умному дому, по вообще автоматизации. А в данном случае у нас много различных систем планируется. И, конечно, это все нужно думать и продумывать заранее. В проекте также появился главный инженер проекта — это Кирилл Образцов. Он занимается тем, что он интегрирует вообще все разделы по инженерке, плюс сам непосредственно занимается проектированием отопления вентиляции, водоснабжения и канализации — ОВ и ВК, так называемые разделы. Дмитрий Назаров у нас занимается электрооборудованием, электроосвещением, монтажом и слаботочными сетями — так называемые разделы EOM и SS. И, конечно, для такой команды, которая уже насчитывает 10 человек, нужен дирижер. И им является Юрий Кутенков, наш BIM-менеджер, координатор. Человек, который, собственно, и дирижирует всем этим оркестром, и направляет, помогает в взаимодействии людей, настраивает как раз BIM-модель, делает так, чтобы все работали в единых координатах, дальше будет заниматься поиском коллизий. Можно также Юрия назвать вообще менеджером по проектированию, потому что, по сути, вообще весь контроль процесса лежит на нем. Это я назвал базовый состав команды, но на самом деле к нам уже присоединяются дополнительные субподрядчики по проектированию специфических разделов. В частности, например, мы запустили отдельно проект по фасадному освещению. Компания L1 Group во главе с Иваном Федяниным. Уже мы получили первый эскизный проект, тоже сегодня об этом обязательно поговорим. Также мы определились с инжиниринговой компанией, которая будет заниматься искусственным водоемом. Это компания «Вводные проектные решения», и скоро мы уже приступим к проектированию. Помимо этого, есть еще разделы, связанные с увлажнением, с проектированием сауны, с проектированием нашей будущей видеостудии. Мы, возможно, сделаем кинозал, нужно будет спроектировать камин. То есть эти все моменты, все эти разделы, конечно, тоже будут требовать дополнительных, более детальных проектов. И о расширении команды, конечно же, я с вами поделюсь. Вообще, очень много информации я публикую в своем телеграм-канале «Собака Веска Алекс». Заходите обязательно, смотрите, там появляются интересные посты. А самое главное, очень интересно читать к ним комментарии, потому что уже сложилась действительно команда подписчиков, которые активно участвуют в комментариях. И это в том числе профессионалы, которые знают более детально какие-то отдельные разделы, в чем-то лучше разбираются, чем мы. И действительно очень интересно читать эти комментарии. Да, получилась в результате достаточно громоздкая команда по проектированию, но я вообще по-другому не представляю, как можно подступаться и реализовывать настолько непростые и, можно сказать, уникальные объекты. В целом, такой подход я практически нигде не встречал. Возможно, даже его нет и в домах за 10 плюс миллионов долларов. На своем примере я хочу этот подход обкатать. Да, он не дешевый, но я уверен, что это позволит сэкономить в будущем при строительстве. А самое главное, идти уже в стройку с четким, понятным планом, бюджетом, с понятными, принятыми решениями, чтобы не сталкиваться с принятием решений в процессе строительства, все продумать заранее и в будущем не идти на какие-то компромиссы. Лучше сейчас 7 раз отмерить и 1 раз построить. По результатам всего проектирования, естественно, поделюсь с вами итогами вообще, во сколько это вышло, какие в результате проекты, что нужно было, что не очень важно было, на что нужно было изначально обращать внимание. Эти все выводы обязательно опубликуем в одной из следующих серий, когда будет полностью уже готова вся проектная документация. Я думаю, что большую часть проектной документации, когда она будет выходить, мы будем выкладывать в открытый доступ, поэтому можно будет с ней в спокойном режиме ознакомливаться. Очень полезно, я думаю, будет для будущих архитекторов, для практикующих в том числе, архитекторов, дизайнеров, инженеров, для того чтобы можно было посмотреть вообще, что мы запроектировали. А я, естественно, буду ждать от вас обратную связь, потому что 11 голов хорошо, но дополнительно тоже мнение не помешает. У меня пока что нет четкого и финишного бюджета на все проектирование, которое у нас есть или планируется, но обязательно тоже подведем итоги. Пока что я думаю, что удастся уложиться в 10% от вообще всей сметы на проект. Да, это немало, но я уверен, что, опять же, это поможет в большей степени сэкономить. Все-таки я это расцениваю больше как инвестиция, от которой будет гораздо больше отдачи, чем те затраты, которые я в связи с этим понесу. Мы еще очень много будем говорить про BIM-проектирование, про его особенности в частном домостроении, потому что сейчас, в принципе, без BIM на больших коммерческих стройках уже вообще не обойтись. В частной архитектуре BIM приходит, скажем так, в последнюю очередь. Но, тем не менее, это движение уже необратимое, и мы, возможно, станем пионерами в этой части и будем рассказывать о деталях, особенностях этого процесса. И я хочу анонсировать новую коллаборацию, без которой наше BIM-проектирование было бы неполноценным. Это платформа INA, которая предназначена для управления строительством на основе достоверных BIM-данных. То есть что это такое? Ну, очевидно, есть вот та самая 3D-модель, которая рождается там средствами Revit, и дальше она загружается на эту платформу, где к этой модели можно добавить дополнительные слои данных. В частности, соответственно, можно вообще проверить все разделы этой модели, совместить, посмотреть какие-то коллизии между различными разделами. То есть это, по сути, как некий агрегатор моделей от разных проектировщиков, где можно посмотреть это все в совокупности. Далее можно сгруппировать определенные составные части этой модели и добавить к каждой составной части дополнительные параметры. Например, сроки, когда нам нужно это будет закупить или поставить, или сделать. Вот. Стоимость этого, да, там разные стоимости можно заложить там от разных участников. На основе этой модели можно составлять ведомость объемов работ, можно смотреть взаимодействие с подрядчиками, какие работы уже проведены, актированы, какие планируются, в какие сроки, вообще сроки. Смотреть план-график по выполнению работ, что на что завязано. То есть, например, чтобы выполнить вот эту работу, нам сначала нужно сделать вот такую подготовку, а она требует вот этого, и это, соответственно, как бы все взаимодействия можно видеть в единой модели, а самое главное — визуально это все покрутить, представить. Но самая главная задача, которую я хочу благодаря этой платформе добиться — это прозрачность бюджета. После полной готовности проектирования и привлечения соответствующих подрядчиков будут уже осмечены все необходимые работы, какие-то элементы будут добавлены уже в саму BIM-модель, а что-то дополнительно уже будет добавлено на сервис Айна. Самое главное у нас будет бюджет, и, соответственно, можно будет его в динамике смотреть. Сколько, в какие сроки и что понадобится. Я однозначно уверен, что в этом и есть будущее частного домостроения. И, конечно, здесь информации огромное количество, мы ее обязательно структурируем и покажем наглядно, какую пользу мы получили от такого сервиса. Авторы этой платформы — настоящие BIM-энтузиасты, скажем так. Но пока что у них был большой опыт применения этих наработок в коммерческой стройке, в больших объектах. И здесь наша коллаборация состоит в том, что у ребят огромный IT-опыт и опыт в подходе к BIM-проектированию. У нас большой опыт в частном домостроении. И вот на этом стыке мы хотим сделать совместный продукт для частного домостроения и активно внедрять его на рынок. Следующий большой эксперимент, который мы сейчас проводим, это связанный с виртуальной реальностью, с дополненной реальностью. В общем, поскольку мы все проектируем в единой 3D-среде, у нас есть возможность всю эту модель перекинуть на движок Unreal и как в компьютерной игре походить по дому. Для чего это делаем? Ну, во-первых, поскольку проект медийный, мне хочется больше деталей показать вам, да, и, соответственно, сделать так, чтобы вот эта виртуальная стройка, она была максимально наглядной. Технологии движутся просто космическими темпами, и то, что сейчас даже можно сделать на этом, по сути, бесплатном движке, вообще поражает воображение. Но все, что связано именно с виртуальной реальностью, с очками виртуальной реальности, да, это все требует большой вычислительной мощности, и часто это можно сделать только в оффлайне. То есть нужен мощный компьютер, туда физически прийти, надеть на себя очки и тогда уже погулять. Вот, но наша задача, чтобы эта модель, она стала доступна максимальному количеству зрителей, чтобы буквально каждый человек мог сам походить, побродить по дому. Поэтому мы сейчас рассматриваем различные варианты, чтобы каждый желающий мог либо через браузер, либо через скачанное приложение зайти и оказаться внутри дома и погулять там. Итак, что можно будет делать внутри этого виртуального пространства? Поскольку у нас это полная 3D-модель, которая состоит из соответствующих разделов, так называемых слоев, то можно будет отключить какие-то слои, показать отдельные из них, например, сделать полупрозрачные стены и увидеть то, как проходит по дому вентиляция, канализация, кондиционирование, провода различные электрические. Можно будет, например, убрать весь фасад и увидеть, как выполнен конструктив здания, и прям походить внутри этого конструктива. Поскольку модель постоянно меняется, то мы хотим сохранять определенные версии, и можно будет походить и по старым моделям, и по новым, и посмотреть, как произошла эволюция проекта, какие были применены решения, что изменилось в планировке. То есть вот эта вся эволюция, несколько версий проекта, они будут всегда доступны. И можно будет в конечном итоге вообще сравнить финальный проект с тем, что вообще было на эскизе, и потом в будущем, когда мы это построим, с тем, что реально реализовалось. В модель будет добавлен определенный интерактив, связанный с тем, что можно будет, не знаю, включать-выключать свет, можно будет менять определенную отделку. Плюс эту модель мы насытим еще дополнительной информацией, то есть ты ходишь по дому и понимаешь, какая здесь, не знаю, там паркетная доска, кто производитель дверей, кто производитель окон, какие у них габариты, получать дополнительную информацию. Все это будет постепенно насыщаться. Очень хотим сделать так, чтобы дом был максимально вписан в натуральный ландшафт, и соответствующим образом будем пытаться наносить как бы все реально существующие на текущий момент деревья, и в дальнейшем еще и работать с ландшафтным дизайном, чтобы картинка была максимально реалистичной. Также движок Unreal позволяет настраивать разную погоду, разное время года. То есть можно будет настроить как бы снег, можно цветение, можно будет сделать так, что идет дождь или наоборот солнечная погода. Этот дом абсолютно будет привязан по сторонам света, то есть можно будет посмотреть, как солнце будет светить, например, в 12 часов дня 6 июня и так далее. То есть все вот эти возможности, они будут доступны через меню, и каждый может, соответственно, таким образом посмотреть. Ну а самое главное для нас, да, это создает некую коммуникативную платформу, когда такое большое количество участников проектирования очень эффективно сделать так, чтобы наглядно можно было встретиться, прям буквально встретиться внутри дома, когда каждый из участников проекта туда зайдет. И мы, подключившись по средствам связи через Zoom или просто сделав там голосовой чат в Telegram, можем обсуждать в режиме реального времени как бы то, что происходит в конкретном помещении, да, там, и, соответственно, обращать внимание на какие-то моменты, стыки, как сделать то, и это будет наглядно видно. Это будет максимально эффективно по сравнению с тем, когда это просто обсуждается на словах. А представьте, какое количество еще дополнительных участников, партнеров проекта, подрядчиков, да, с которыми также можно в такой наглядной форме очень быстро и оперативно проводить совещания и решать реальные практические вопросы. Но эта виртуальная модель, она будет полезна не только на этапе проектирования, но я еще уверен, что мы сможем применить это и в процессе строительства, потому что ее можно использовать как дополненную реальность. Ну, то есть, представляете, вы берете планшет, вот, и находясь в каком-то помещении, где у вас уже проложены коммуникации, и они закрыты, вы можете просто навести в это место и посмотреть, где идут там определенные трубы или провода. Фантастика и будущее, в том числе и для будущей эксплуатации дома, как некий дополнительный там комплект исполнительной документации, где ты всегда можешь знать, в каком месте можно просверлить стену, или если произошла какая-то нештатная ситуация, можно легко ее выявить. А помимо этого еще модель позволит сделать вообще первый виртуальный обзор дома еще до его строительства. Для этого мы разрабатываем цифровую копию меня, мой собственный аватар, и я проведу после полной готовности классический обзор дома, но уже в виртуальной реальности. Очень интересно будет сравнить как раз операторскую работу в виртуальной модели и в реальности. Наша задача сделать так, чтобы виртуальный обзор был максимально похож на то, что мы делаем сейчас в реальной жизни в офлайн. Я однозначно уверен, что у такого подхода будет какое-то продолжение по другим проектам. В этом нам, кстати, помогают настоящие энтузиасты из компании VirtuTour. Ребята просто, что называется, до мозга костей айтишники и просто фанаты своего дела. Действительно, как бы радеют за то, чтобы из этого получился образцово-показательный продукт, который в дальнейшем можно использовать и на крупных коммерческих объектах, и на каких-то типовых объектах. Ну, представляете, вот вы строите поселок, одно дело, это мой дом, я просто показываю о том, какие детали там проектирования, их можно применить только в части каких-то конкретных решений. А если речь идет, не знаю, о продаже целого коттеджного поселка, где можно также сделать такую виртуальную прогулку по своему будущему дому и понять, что он из себя будет представлять, и на основе этого принимать решения, мне кажется, однозначно полезная тема. История эта не дешевая, но технологии развиваются, становятся более доступными, и через пару лет это вообще может стать базовым комплектом любого девелоперского проекта. Если кого-то из коллег эта тема заинтересовала, напишите мне на alexsobakovesco.ru или на мой бизнес WhatsApp, вот здесь вот сейчас появится, и я расскажу об особенностях виртуального проектирования и познакомлюсь с ребятами, чтобы, может быть, можно было реализовать и ваш проект в том числе. Давайте теперь немножко расскажу про партнерство в рамках нашего проекта. Вообще у нас уже сейчас в списке более 20 действующих или потенциальных партнеров. Вы знаете, наверное, что у меня вообще нет возможности размещения на канале рекламы. Приходит огромное количество желающих, которые хотят, чтобы я там что-то прорекламировал, но я вынужден всем отказывать. Единственная возможность хоть как-то засветиться на канале – это стать нашим партнером, то есть пройти огонь и воду совместного сотрудничества, где в процессе совместной работы мы можем понять, какие ценности у команды-партнера, как подход идет к бизнесу, какие есть уже выполненные работы, какие есть рекламации, какой вообще подход к качеству, к срокам, к обязательствам своим и так далее. И вот именно через такую совместную работу, когда мы сами рискуем и сами можем проверить того или иного партнера, мы можем в конечном итоге составить свое видение о том, можно ли с такой командой сотрудничать или нет. Я рад, что мой проект вызывает огромный интерес у различных производителей материалов, подрядчиков по работам. И я заметил, что те компании, которые предлагают изначально какое-то партнерство и участие в проекте, они уже первичный фильтр на адекватность проходят, потому что они понимают, что проект публичный. И я здесь абсолютно открыто буду рассказывать о том, в чем плюсы, в чем минусы того или иного партнера. И, соответственно, они идут изначально с тем, чтобы не опозориться, а сделать и показать свои компетенции и свои возможности. Есть компании, к которым мы изначально обращаемся, потому что нам нужно закрыть определенные разделы. Здесь, опять же, мы иногда можем обратиться сразу в несколько компаний, но в конечном итоге мы всегда выберем по одному из направлений какого-то конкретного партнера и с ним будем двигаться. В этом выпуске я уже начну озвучивать тех партнеров, с которыми мы уже заключились и, соответственно, однозначно будем двигаться. Также буду озвучивать и потенциальных партнеров, с которыми мы еще руки, грубо говоря, не пожали, но есть большая вероятность, что мы будем работать вместе. Чем это будет полезно для вас, уважаемые мои подписчики? Конечно же, в том, что будет открытый список этих партнеров, всегда можно будет с ними связаться, увидеть, что они делают в моем проекте, что они делали до этого, какой у них подход, какие у них ценности. А самое главное, я с каждым из партнеров буду оговаривать особые условия для своих подписчиков и какие-то буду озвучивать в процессе договоренностей. А где-то вы сами можете прийти к какому-то из партнеров и просто сослаться на то, что узнали о нем из выпусков ВДТ Алексея Верьянова, и точно будете иметь какие-то преференциальные условия, а самое главное, внимание и ответственность партнера по работе с такой рекомендацией. Еще не со всеми партнерами мы определились, поэтому если вы смотрите и у вас есть понимание, что вы конкретно можете в рамках нашего проекта предложить, пишите мне обязательно на alexsobaka.wesco.ru. Я лично сам смотрю все письма, изначально отвечаю и отдаю дальше уже в работу комплектатору. Ирина уже связывается и получает больше деталей. И составляем такую базу потенциальных партнеров. Очевидно, что не все материалы, технологии, оборудование мы сможем применить в рамках моего проекта, но даже если не получится посотрудничать по Югену, то у нас всегда есть какое-то количество девелоперских проектов, будут и обязательно в будущем. Поэтому, оказавшись просто в нашей базе потенциальных партнеров, вы имеете шанс в будущем в каком-то из проектов поучаствовать. Сейчас немножко еще пару слов расскажу про поселок, что в нем происходит. Напомню, коттеджный поселок Покровского и Рубцово. По нему делал отдельный обзор. В прошлом году вышел новый объем участков от застройщика. Он благополучно был распродан. То есть спрос на поселок есть. Как бы сейчас на первичном рынке ничего не осталось. Есть буквально четыре предложения по участкам на вторичном рынке. Цены примерно миллион сто, миллион двести рублей за сотку. Я считаю, что у поселка есть огромный потенциал, потому что те конкуренты, которые примерно плюс-минус на таком расстоянии продаются, вот, еще с будущим строительством, имеют как бы при таких же качественных характеристиках цену гораздо более высокую. А здесь уже готовый поселок со всеми коммуникациями. Больше половины уже застроено. Да, идет еще какая-то стройка, но стройка очень четко регламентирована управляющей компанией. Нельзя шуметь вечером, в выходные дни. Я, находясь в чате жителей, вижу, как быстро управляющая компания реагирует на жалобы жителей, если вдруг какие-то пошли ремонтные работы. Ну и плюс уже сложилось такое комьюнити, которое уважительно относится к тем людям, которые проживают в поселке. Поэтому, конечно, это немножко будет затруднять стройку. Будет удлинять сроки, но, тем не менее, как бы это позволяет уже в комфортном режиме в этом поселке и жить, и строиться одновременно. Сейчас лето, все расцвело. Я там недавно был. Ну, я абсолютно не жалею о своем решении. Я считаю, что в Подмосковье нет более, скажем так, природного, интересного места по соотношению цена-качество-природность. Поэтому окончательно убедился в правильности своего выбора. И несмотря даже, может быть, на какие-то минусы поселка, на его расположение, на то, что еще продолжает идти стройка, я все равно убежден в том, что мое решение правильное, и строительство дома именно здесь для своей семьи, оно абсолютно оправданно. Напоминаю, что есть еще соседний участок, где я презентовал проект. По ссылочке можно пройти и посмотреть его. Ищу соседа, продолжаю этот процесс. Если бы просто продавался участок, он, я уверен, что давно бы уже ушел. Мне нужен сосед, который разделяет наши ценности, хочет построить красивый, интересный дом. А проект получился не менее интересный, чем мой. И, соответственно, моя команда, как только закончит с проектированием моего дома, может приступить к дальнейшему уже более детальному проектированию под будущего собственника. Поэтому, поскольку сейчас выбор участков в поселке ограничен, я, конечно, считаю, что соседний участок один из самых интересных в поселке. И там действительно можно реализовать интересный и классный проект с моей помощью и с моим сопровождением. Что касается проекта, как я и говорил уже, закончили конструктив. Алексей Мосякин, конструктор, презентовал основные проектные решения. Я в этих деталях не очень разбираюсь, но самое главное могу вам донести. Первое. У нас получился монолитный дом. То есть это практически все стены, сделанные из монолита. Почему такое решение приняли? Мы посчитали те стены, те стойки, которые нужно сделать из монолита, и поняли, что объем стен, которые можно заполнять дополнительным каким-то материалом, то ли кирпичом, то ли какими-то блоками, он не очень большой. А в результате все равно будут стыки, как бы мостики холода дополнительные. Поэтому было принято решение, что вот этот небольшой объем заполнения стен также сделать из монолита. В результате выставляется просто более длинная опалубка, и, соответственно, заливается полностью стена. Что это дает? Это дает абсолютно однородную стену с утеплителем, где все будет четко с точки зрения и там крепления фасадной отделки. Вот. Не будет стыков различных материалов, меньше вероятность для трещин. Будет полностью монолитный дом. На самом деле, как бы это решение мне очень даже нравится. По деньгам не сильно дороже получается, чем если бы мы часть стен как бы закладывали бы кирпичом. Плюс можно сделать это единой бригадой, которая занимается будет монолитными работами. Естественно, уже как бы определились с партнером в этом направлении. Скорее всего, им будет компания из ТМК. Она так и называется современные технологии монолитных конструкций. У нас все очень современно, у нас очень все технологично и по сути получается все из монолита. С ребятами сейчас в ближайшее время будем договариваться о том, как мы будем работать. Это лидеры однозначно как бы в этой сфере в строительстве премиальных домов. Вот. Здесь может возникнуть вопрос, а почему мы собственными силами, силами строительной компании Вес Констракшн это не делаем. Во-первых, хочется как бы, чтобы не было конфликта интересов, потому что компания сейчас наша строительная, она загружена нашими собственными девелоперскими проектами. Не хочется как бы на ущерб нашему бизнесу отвлекать драгоценные качественные ресурсы. Второй момент, это то, что я хочу в каждой сфере получить настоящих профессионалов, у которых можно чему-то дополнительно поучиться, взять к себе в опыт. Я вижу действительно, что это лидер отрасли, который максимально качественно может это все реализовать. Я отдаю себе отчет в том, что как бы делая строительство не хозспособом, да, а как бы с привлечением подрядчика, я заплачу определенную маржу подрядчику, но я абсолютно уверен, что это будет оправдано с точки зрения сроков, с точки зрения финального результата. Проект непростой, он будет строиться в два этапа. Вы помните, что есть второй уровень, который в глубине участка находится, планируется сделать сначала фундамент первого уровня и второго уровня, в дальнейшем фундамент первого уровня использовать как доступ в строительной технике и строительство второго уровня, то есть заканчиваем второй уровень и дальше уже делаем стены первого уровня. Это нужно все четко спланировать с точки зрения нахождения обустройства строителей на участке, с точки зрения сохранения всех деревьев, чтобы все было четко по проекту, плюс у ребят большой опыт именно в таких монолитных конструкциях. Они помогут возможно увидеть какие-то моменты, которые не досмотрели наши архитекторы и конструкторы, и проконсультировать именно с точки зрения какого-то своего практического опыта, а возможно и помочь оптимизировать какие-то конструкции без ущерба несущих способностей и будущей эксплуатации. С точки зрения конструктива, вы помните, мы хотим сохранить огромную ель, в результате чего у нас образовалась терраса, из которой эта ель растет. и соответственно у ели есть достаточно большая корневая система и часть этой корневой системы заходит под плиту. В этом месте плита не будет давить на почву, соответственно, то есть части корневой системы, которой необходима, чтобы туда поступала вода, она остается в рамках террасы, а вот там, где корневую систему не нужно задеть, у нас особый узел, который разработан с конструктором, согласован с дендрологами, так что я надеюсь, что наше строительство дома не повредит это дерево и оно сохранится еще на долгие-долгие годы. Также большой челлендж был у конструктора, чтобы сделать парковку без единой колонны, вы помните, там есть небольшая такая стенка с круглым отверстием, и те, кто смотрел визуализацию и сказал, да это невозможно просто, это огромный проем, который как вообще можно сделать, так что у тебя точно появятся колонны. В результате как бы расчета и предложенных металлических конструкций удалось сделать так, что ни одной колонны дополнительно в сравнении с тем, что есть, не появилось. Вот, отличная въездная группа, легкая, парящая, смотрится это просто бомбически. Также несколько слов хочу рассказать про устройство крыши. первый уровень это некая совокупность бетонной плиты перекрытия и эксплуатируемой кровли. Также часть навеса сделана из металлических балок, а вот основная крыша второго уровня полностью выполнена конструктивно из металлических конструкций. Я сначала на это посмотрел, сколько вообще металла здесь нужно. На самом деле самый оптимальный вариант для того, чтобы избежать каких-то больших опорных конструкций внутри самого дома. Вы помните, у нас большое пространство с огромными окнами, где гостиная, столовая, кухня. И там как раз не хотелось городить какие-то большие железобетонные конструкции. Там появится всего лишь навсего два металлических столба, которые будут обыграны в интерьере. Один вообще будет скрыт, а второй как бы будет очень небольшой. И тоже его в интерьере обыграем. Да, крыша получилась не очень простая, но она позволяет сохранить нам нашу концепцию. Вообще крыша это так называемый пятый фасад. И в этом проекте это однозначно так. Мы еще пока не определились с партнером, который будет заниматься поставкой этих металлоконструкций. Здесь определенный призыв к таким компаниям, которые на этом специализируются, или возможно вы знаете такие компании, можете кого-то порекомендовать. С удовольствием найдем партнера, потому что очень ответственная работа, очень много узлов, которые нужно правильно сделать, в заводских условиях сварить, чтобы это все держало большую нагрузку нашей крыши. И соответственно нужны компания настоящих профессионалов, которые это все смогут выполнить. Если есть какие-то конкретные предложения или контакты подобных компаний, пишите мне пожалуйста на alexsobaka.wesco.ru будем связываться и начнем работать. Ну и раз мы затронули тему крыши, давайте расскажу немножко про кровлю. Изначально мы хотели сделать натуральный материал, сланец. Альтернатив, к сожалению, ему не нашли каких-то, которые вписались бы в нашу архитектурную концепцию. Я понимал изначально, что это достаточно дорогостоящее решение, но я не понимал, насколько есть разница в подсчетах объемов той площади, которую нужно по этому материалу закупить. У меня были данные, например, о том, что площадь кровли составляет 484 квадратных метра, и соответственно есть еще задняя часть фасада кровли, которая еще 45 квадратных метров. Ну вот, думаю, с запасом 500-600 квадратных метров, исходя из этого считал свой бюджет. Оказалось, вообще все не так просто, и есть определенные технологии укладки сланцевой кровли, которая предполагает то, что она идет внахлест друг на друга, и в результате нужно закладывать не 15-20% дополнительно, а целых 150%. То есть, грубо говоря, на площадь 100 квадратных метров нужно закупить сланца на 250 квадратных метров. И это, конечно, совершенно другой бюджет, который в 2,5 раза больше. Слава Богу, это выясняется сейчас на этапе строительства, а не когда мы уже вошли в стройку и определились, и я могу абсолютно взвешенно принять это решение. И эта история с кровлей еще лишний раз подтверждает, что нужно обращаться к профессионалам на самой ранней стадии проекта. Нас проконсультировала компания Archetyl, которая станет, скорее всего, нашим партнером по поставке материала и по производству работ по кровле. В результате мы получили все необходимые технологические карты, и получается так, что на наш объем, а еще, кстати, объем как раз материала очень сильно зависит от угла наклона крыши. Грубо говоря, базовый уровень наклона крыши 30 градусов, и чем он меньше, тем, соответственно, больше материала нужно. Очевидно, что вода медленнее течет, и нужно больше запас прочности, для того, чтобы не было никаких протеканий. А у нас получается, что основная часть поверхности имеет примерно 18 градусов наклона, а две боковые части имеют примерно по 20 градусов наклона. Ну и, соответственно, расход здесь еще больше. В результате на наш общий объем кровли и фасада, куда эта кровля заходит, 539 квадратных метров, нам понадобится 1622 квадратных метра сланца. Вот, собственно, итог, с которым мы идем в этот проект, но во всех случае мы его уже понимаем и как бы здесь уже будет абсолютно взвешенное решение. Мы сейчас, кстати, с супругой путешествовали по Норвегии и в Лилихаммере есть музей под открытым небом, где выставлено огромное количество разных домов, которые были собраны со всей Норвегии. Там есть дома от 12 века и есть дома чуть менее старые, так скажем, 14-15 веков, там современные какие-то постройки в том числе. И основная крыша там была либо зеленая, либо исландца. И вот эти дома 14-15 веков с крышей исландца, когда он еще так классно стареет, где-то в каких-то местах покрывается мхом, выглядит просто эстетично, круто. То есть это реально решение на века, альтернатив, которому, к сожалению, нет. Кстати, путешествие по Норвегии и Дании было одним из самых наших запоминающихся с супругой, и мы снимали огромное количество сториз, все их упаковали в формат небольших видео и публиковали в Телеграм-канале, поэтому, если вдруг интересно, очень много интересных сюжетов, в том числе и связанных как-то с недвижимостью, проходите по ссылочке в описании и по хэштегу Норвегия, Дания можно будет все эти посты посмотреть. Помимо скатной крыши у нас есть еще и плоская, помните, это сад камней, доступ туда с террасы на первом этаже, и мы хотим из нее сделать эксплуатируемую кровлю, дело в том, что участок очень рельефный и не так много прямых мест, а здесь образуется абсолютно ровная площадка, достаточно большая, которую можно задействовать. Вот, и здесь, конечно, нам помогут другие профессионалы по крыше, это компания Тегала, которая занимается как раз такими зелеными эксплуатируемыми кровлями, инверсионными кровлями, занимается производством материалов, которые долговечно могут служить и так, чтобы растения росли на крыше, и то, чтобы крыша не протекала. В общем, сейчас будем разрабатывать необходимые узлы, в том числе будем использовать какие-то наработки компании для таких мест, как, например, уличные ступеньки. Вот, всегда это такая болезненная часть в домах, где, особенно, если они отделаны каким-то материалом, типа керамогранитом, то снег нападал, то он растаял, то это все заморозилось, разморозилось, и в результате все эти решения недолговечны. Вот, у компании есть определенные узлы технологические, как сделать так, чтобы лестница, например, простояла там века. Обязательно буду делиться всеми деталями этих решений и более детально рассказывать в последующих выпусках, а когда будем строить, естественно, все эти пироги тоже вам покажем, расскажем, чтобы было наглядно и понятно. Следующий большой момент и наш челлендж это остекление, конечно. То есть вся архитектура у нас строится на некой связи экстерьера с интерьером за счет большого количества окон. Есть огромные и амбициозные, скажем так, конструкции, которые изначально были в техническом задании в проекте, есть какие-то небольшие окна, которые дополнительно дают ритмику фасаду, и мы изначально остекление, которое было запланировано в эскизном проекте, не трогали, потому что это как раз и есть основная часть архитектуры. У нас поменялось решение с задним фасадным остеклением, тем самым, где у нас высота потолков достигает до 6,6 метров. Изначально была идея сделать не очень высокую раздвижную дверь и выход из гостиной на террасу, а сверху сделать огромное такое глухое стекло. Но обратились несколько компаний и поняли, что конструктивно просто невозможно выполнить. вот это огромное квадратное окно, оно слишком сильно будет давить на раздвижную конструкцию. Просто выполнить это невозможно и нужно делать железобетонные конструкции, куда это все вписывать. Появляются какие-то дополнительные там балки, все это нужно еще дополнительно утеплять. И поэтому вот та легкость остекления, которая изначально планировалась в проекте, она уже пропадет. Поэтому начали думать, что можно сделать. И было предложено сделать огромные раздвижки на всю высоту, разделить вот эту заднюю часть на три вертикальные секции. Конечно, можно было бы изначально сделать три глухие секции, и это было бы гораздо проще. Но где тогда вот та самая связь интерьера с экстерьером, которая так необходима в загородном доме? Изначально было предположение привлечь несколько партнеров по остеклению. Кто-то будет делать раздвижку, кто-то, не знаю, глухие окна, и таким образом каждый, на чем специализируется, то и лучше сделает. Но оказалось, что у нас такое количество разных типов остекления, их на текущий момент шесть видов. Это глухие окна, это панорамные окна витражи, дверь-гармошка, которая должна складываться в студии и объединять террасу с студией. У нас есть, соответственно, раздвижные двери, распашные двери, есть еще круглое окно, есть еще входная дверь пивот. Мы поняли, что помимо ГАПа, ГИПа, нужен еще и ГОП проекта, то есть главный оконщик проекта. Без него никак не обойтись, это должна быть одна компания, которая знает все эти технологии и может все это взаимо увязать. И с таким партнером мы определились, компания ЛУРИЦ, которые, собственно, сейчас разрабатывают проект остекления. И здесь, конечно, всплыло огромное количество деталей, которые немножко тоже проект наш затормозило. А без принятия решения по узлам технологическим по остеклению мы не можем двинуться дальше по каким-то разделам архитектурного проектирования. Нам, конечно, еще придется в деталях принять еще много решений по остеклению. В частности, например, вот эти большие раздвижки изначально возможны только в однокамерном стеклопакете. Связано это с тем, что для такой высоты нужно толстое стекло, между толстыми стеклами должно быть соответствующее расстояние, чтобы они не слипались. Если ты делаешь двухкамерный стеклопакет, то это уже получается очень толстый стеклопакет. И нет нормальных решений, которые могли бы такую массу стеклопакета просто выдержать. Ну, соответственно, как бы начали думать, «Хорошо, окей, давайте сделаем тогда, попробуем рассчитать в однокамерном стеклопакете». Специально для этого задались вопросом, а насколько холоднее тогда будет доме, или, грубо говоря, какие дополнительные расходы в процессе эксплуатации у нас это за собой понесет. То есть, чтобы принять именно осознанное решение, стоит ли тогда делать такую конструкцию, которая еще и будет достаточно холодной. Такой просчет сделать непросто. Мы обратились в компанию Ларта Глаз, которая производит сами стекла, для того, чтобы они нам на такую высоту подсказали, какой должен быть состав этого стеклопакета и какое у него будет сопротивление теплопередачи. Эти данные передали соответственно нашему инженеру Кириллу. Кирилл сделал по формуле расчет и получилось. Грубо говоря, если вот сравнивать помещение и расход тепла, если бы здесь был бы однокамерный стеклопакет по сравнению с двухкамерным стеклопакетом, то на отопление дополнительное помещение с однокамерным стеклопакетом нужно всего лишь навсего 16 тысяч рублей в год. С учетом вообще стоимости всего проекта и стекления в частности, это совершенно небольшая сумма, на которую можно пойти. Но выяснилось, что в принципе есть возможности сделать и двухкамерный стеклопакет. Есть технологии, нашли профиль, в котором это можно сделать. И сейчас просто будем считать, насколько дороже выйдет это в двухкамерном стеклопакете и дальше будет просто принятие решения. Допустим, если, например, двухкамерный стеклопакет будет дороже, например, на 500 тысяч рублей, то мы эту сумму будем окупать 31 год. А с учетом инфляции и того больше, но нивелируем это за счет будущего роста стоимости газа, например. А вообще, я, конечно, очень удивился, насколько скаканули технологии по производству окон. Я вообще даже раньше себе представить такого не мог, что можно вот такое выполнить. А сейчас, например, наши партнеры компания Larta Glass, которая производит стекло, с ведущим переработчиком, который производит уже стеклопакеты компании Modern Glass, запустили, сделали в прошлом году модернизацию производства, и сейчас они могут выпускать стеклопакеты длиной 12 метров и шириной в 3 метра. Представляете, какие огромные массивные конструкции. И самое главное, что это теперь производится в России, потому что раньше такого рода заводы были только в Европе, и крупноформатные окна везли только из Европы. И представляете, что-то, например, с таким окном происходит, его нужно заменить. И в результате ты ждешь, а теперь это можно сделать здесь, в России. Еще очевидно также, что створки вот эти огромные и большие. Нужно принять решение, будем мы отодвигать лишь одну створку и две глухие, либо две створки отодвигать. Дальше нужно будет думать о том, как защищать это все от насекомых в летнее время, какие будут москитные сетки. В общем, вопросов огромное количество, но сейчас, например, очевидно, что поскольку створки эти массивные, неважно будет одна или две, так или иначе, их нужно будет отодвигать при помощи электрического мотора, потому что руками это будет сложно. Всегда об этом мечтал, и это, конечно, будет, наверное, вообще одно из единственных решений, которое сейчас на такую высоту 6,6 метров с раздвижными конструкциями применено в частном домостроении в России. Если у кого-то такие есть, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Но есть, конечно, и минусы, то, что это все открывается очень медленно, мотор работает потихонечку, зато можно красиво будет это встроить в систему автоматизации, открывать кнопки или там сказать, Алиса, открой окно. Теперь пару слов буквально про систему остекления. Были выбраны два производителя. Первый это компания Burkhards, которая здесь представлена дилером, нашим партнером Luritz, и они как раз занимаются раздвижными конструкциями. Вообще изначально одно из требований остекления было то, чтобы вот эти вот все видимые элементы были максимально тонкими. Мы просчитывали варианты швейцарского производителя Skyframe, самые тонкие профили, но получается гораздо дороже и, конечно, Skyframe это уже для супер премиальных домов стоимость в миллионы миллионов долларов. У меня все-таки не такой. Чем хорош этот профиль? Тем, что он всего лишь навсего 38 миллиметров, то есть прям очень тоненький. Буквально ты сидишь и практически его не видишь при таком огромном остеклении. То есть ты как будто сидишь на природе. Это самое главное преимущество. Второе требование было в том, чтобы все окна были либо вообще без видимых рам, то есть встроенные буквально в стену, либо с минимальными рамами. И этой задачей соответствуют профили бельгийской компании Reynors. они, к сожалению, из России ушли, но возможности по заказу этих окон есть. Нужно закладывать сейчас чуть ли не полгода, может быть, даже и 8 месяцев на то, чтобы произвести этот заказ, провести в Россию. Но мы все очень тщательно планируем. Ну и плюс надеемся, что к моменту заказа окон у нас ситуация как-то нормализуется. Еще несколько инсайтов, которые я получил в процессе работы над как раз со стеклением. Помните вот то самое вертикально поднимающееся окно, которое я очень хотел и мечтал сделать на кухне, между кухней и зоной барбекю на террасе для того, чтобы в зимнее время, например, поднял и спокойно передал посуду грязную или наоборот блюда готовые из зоны барбекю. Раз все это закрыл. Оказалось, что на самом деле таких конструкций не очень много. Они не очень теплые. В американских системах стекление используется и для европейского рынка большая редкость. В результате приняли решение сделать ту же самую раздвижку просто на уровень от столешницы и до потолка. Также будет красиво, минималистично смотреться. Может, чуть приоткрыть, что-то передать и обратно закрыть. Следующее откровение. Например, у нас в архитектуре есть круглое окно, какая-то отсылка к Японии. Она находится в мастер-спальне. И вот в какой-то момент мне пришло озарение. А как же его можно будет закрыть для того, чтобы в помещении сделать полный блэкаут, чтобы никакой свет не проникал. Пока решения этого нет, но окно такое планируется. Поэтому, если, кстати, у вас есть идеи, как можно сделать блэкаут при круглом окне, тоже интересно поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Кстати, каждый раз, когда я показываю какие-то объекты с огромными панорамными окнами или в коротких роликах, или в полных обзорах, огромное количество комментариев от людей, которые говорят, как это отопить, это будет огромное количество затрат на отопление. На самом деле, абсолютно не так. И сейчас есть современные технологии и по производству самого стекла мультифункционального, который летом позволяет помещению не перегреваться, а зимой, наоборот, проводит гораздо больше солнечных лучей. Есть также сами дистанционные рамки, которые теплые. Есть профиль, например, профиль в раздвижках, который будет у нас использоваться, несмотря на то, что он тонкий, он соответствует очень высокому классу энергоэффективности, потому что он сделан из стекловолокна и армирован еще алюминием. То есть это конкретно очень теплое и хорошее решение. Плюс сами стеклопакеты еще заполняют инертным газом аргон. И получается, что даже при такой площади остекления, она у нас в доме составляет 238 квадратных метров, для площади в 500 квадратов это просто колоссальный объем, у нас все-таки теплопотери через окна не такие большие. Огромные теплопотери всегда через крышу ее надо хорошо утеплять, через стены, через пол, через систему вентиляции. В общем, при текущих ценах на газ, даже если они будут в два раза больше, такие дома с большими панорамными окнами абсолютно не составляют проблемы с точки зрения отопления. То есть это вопросы тысячи рублей, а даже не десятков и не сотен, как думают многие комментаторы. И что касается еще светопрозрачных конструкций, то у нас основная входная дверь, которая ведет как раз по лестнице на второй уже уровень. Она планируется точно стеклянной. и как бы я сейчас был на Кипре и снимал обзор виллы, и там используется как бы пивотная дверь. Она большая, массивная. В данном случае она была глухая. Вот я хочу сделать стеклянную, но самое главное, я определился, что вот такой формат входной двери, он очень классный. То есть шарнирная дверь, широкая. Сейчас определяемся с визуалом, ищем еще варианты как бы конструкции, как ее сделать, чтобы она была теплая, чтобы там был минимальный порожек, чтобы она легко открывалась. В общем, с ней еще тоже определяемся. Друзья, двигаемся дальше. По окнам прошлись. Давайте теперь другие составные части фасада обсудим. Мы сейчас уже практически определились с партнером по производству фасадных работ. Им стала компания WeR. Мы с ними снимали обзор дома в Бенилюксе. можете посмотреть по ссылочке. Я, кстати, на этом доме как раз с ребятами очень тесно познакомился и понял их ценности, подход к работе. И подключил уже сейчас для того, чтобы определиться с тем, как мы будем выполнять фасад. Будет ли у нас он вентилируемый, какие будут зазоры, как будут стыковаться определенные материалы, какие материалы стоит выбирать. В общем, сейчас мы уже эти все вопросы прорабатываем. у нас есть следующие типы покрытия материалов. Это первое, керамогранит. Второе, это деревянный фасад. Третье, у нас есть такие козырьки, которые, кстати, в конструктиве тоже уже учтены и, соответственно, являются абсолютно неотъемлемой частью архитектуры. Их нужно тоже чем-то отделать. У нас есть подшивка навесов плюс свесов кровли. Вот, собственно, как бы весь набор материалов, которые мы будем использоваться. Если с керамогранитом мы уже плюс-минус определились, максимально износостойкий вариант, то есть его можно царапать, он во всепогодных условиях отлично функционирует и себя ведет, легко моется, то есть решение такое на века. то вот с деревянными частями, конечно, еще предстоит выбор. И мы сейчас выбираем между тремя основными материалами. Это термодерево, это обожженное дерево с последующей обработкой и искусственный материал милборд. Потому что задача какая? У нас нет цоколя, у нас достаточно близко эта деревянная обшивка, она подходит к земельному участку и явное будет соприкосновение с внешней средой, будет наметать снег, потом таять и так далее. И, конечно, хочется сделать фасад, который не будет требовать к себе большого внимания в будущем. И в этом плане, конечно, лучший из вариантов это все-таки искусственные материалы, но с качествами визуальными натуральных, например, милборд, который, кстати, я даже не знал, что используется на фасаде, потому что всегда был уверен, что он только для декинга используется, для настилов террасы. Вот. Но, конечно, материал не дешевый, а площадь у нас по отделке фасада дерева достаточно большая, 463 квадратных метра. И здесь нужно, конечно, принять абсолютно правильное взвешенное решение. На одних весах стоимость, на других весах внешний вид и долговечность. Если по террасной доске уже принято окончательное решение, то что это точно будет милборд. Партнер, кстати, тоже компания Луритц, которая занимается эксклюзивным дилерством этого материала на территории России, потому что на террасах эта износа стойкости, она гораздо более важна. У нас есть террасы, где есть навес, вот, есть террасы, где навеса нет, и, соответственно, там будет лежать снег. И, конечно, хочется иметь материал, который просто положил и забыл. Вот. То с принятием решения по отделке фасада мы еще думаем. Но главное, что у нас есть в этом направлении тоже партнеры, которые, кстати, с удовольствием соглашаются сделать какие-то и привезти там в офис опытные образцы, посмотреть, чтобы архитектор на них взглянул, посмотрел, насколько это и как будет смотреться. Вот. В общем, как к премиум решению я обязательно в следующих выпусках о нем расскажу. Одна из основных составляющих фасадной отделки это керамогранит. Мы выбрали ламинам от компании Airskin. И это просто, скажем так, очень классный долговечный материал, во-первых, он крупноформатный и смотрится как натуральный камень, во-вторых, он достаточно легкий и тонкий, и не нужна какая-то массивная подсистема для того, чтобы его держать. И еще одна очень важная составляющая фасады это как раз вот эти вот козырьки. И было принято решение делать их из HPL-панелей. Расшифровывается как High Pressure Laminate или пластик высокого давления. Вот. Это очень хорошие панели, тонкие и с хорошей текстурой. Красиво смотрятся. Не так часто применяются в частном новостроении, но под наш такой слегка минималистичный стиль вполне подходит. Самое главное, что они очень долговечные. Мы предварительно пока что остановили свой выбор на панелях FUNDERMAX австрийского производства, которые у нас в России представлены компанией нашим возможным будущим партнером DECOTEC. Так, ну и чтобы завершить тему с фасадом, хочу сказать, что мы запустили процесс проектирования фасадного освещения. Это тот важный раздел, который неотъемлем от архитектуры, но часто про него забывают или возлагают проектирование фасадного освещения на архитектора. Я считаю, что этим должны заниматься отдельные специалисты. Я таких специалистов нашел. Компания L1 Group Иван Федянин. Настоящие энтузиасты своего дела. Ребята очень хорошо разбираются в освещении. Мы хотим вместе с ними создать концепцию подсветки фасада, освещения участка. И поскольку экстерьер у нас тесно связан с интерьером через большое витражное остекление, то, конечно, и какие-то решения по интерьерному свету мы должны взаимоввязать в единую концепцию. На примере своего дома я хочу показать, насколько важно архитектурное освещение, потому что одно дело, конечно, на дом смотреть днем, а другое дело смотреть на него в вечернее и ночное время. Мы даже, когда, например, дома продаем, у которых есть хорошее, правильное, продуманное фасадное освещение, мы основными фотографиями в объявлении делаем фотографии с вечерними или ночными снимками, потому что совершенно по-другому дом смотрится. А у нас очень длинные зимы, и, соответственно, как бы вот эта вечерняя ночная подсветка очень сильно влияет на восприятие дома, на проживание в нем, подчеркивают те архитектурные решения, которые были заложены архитектором. Мне уже очень понравились первые результаты такой концепции, сейчас она немножко дорабатывается, во всяком случае, мы полностью синхронизировались с Иваном, со Станиславом, идем все в едином как бы ключе. По большей части планируется очень мягкое освещение, может быть, где-то еле-еле видимое, со скрытыми источниками света, и здесь очень важно понять вот этот подход, то, что даже сам Иван, автор проекта, говорит, что вообще здесь надо думать не только о свете, но еще о тени, надо управлять и светом, и тенью, потому что именно на контрасте тени и света и происходит восприятие. Вообще, что такое тень? Это, по сути, отсутствие света, но она скрывает форму, она прячет детали, не позволяет ощутить масштаб, но тень умеет создавать эмоции, а для того, чтобы это делать, ей нужен, конечно, свет. и вот это некий баланс между тенью и светом и составляет основную архитектурную концепцию. Очень мне понравилось то, что как бы у Ивана идет подход, который продолжает ту философию, которая была заложена Станиславом, вот, то есть есть некие как бы какие-то восточные истории, например, про реку жизни, путь до, так же и понятие юген здесь раскрывается, но я думаю, что это все достойно прям отдельного выпуска, когда уже будет полностью завершена концепция, мы представим и расскажем про особенности. Проект еще нужен для того, чтобы определиться с оборудованием, потому что вариантов светильников огромное количество, у них есть определенные характеристики и как бы качество света, да, и тот эффект, которого надо конкретными светильниками добиться и в том числе как раз мы и делаем проект для того, чтобы определиться, потому что затраты на освещение могут просто в разы разниться. В этом плане у нас возможно появится также партнер, один из лидеров по производству светового оборудования компания Центр Свет. Недавно, кстати, познакомились с Евгением Щеколевым и планируем даже записать отдельное интервью. компания абсолютно точно значимая на рынке освещения как интерьерного, так и фасадного. Постоянно развивается, делает какие-то, применяет новые технологии. Соответственно, будем изначально как бы их рассматривать как в качестве ключевого партнера по поставке светового оборудования, но очевидно, что не все могут быть необходимые светильники у них и поэтому будем рассматривать и как бы другие варианты тоже. Друзья, давайте двигаться дальше. Переходим постепенно к участку и один из основных элементов участка это искусственный водоем в виде такого кольца, который находится прямо в самом центре, круг Энса так называемый. Когда мы эту концепцию и эскиз принимали, мы понимали, что без этого круга она все распадется. Поэтому в любом случае предполагали, что некий круг по центру участка он будет. А дальше вставал вопрос, стоит ли делать из этого водоем, потому что все, что связано с водой, это и дополнительные расходы, и сложности потом с эксплуатацией, и как бы очень редко применяемые определенные решения, которые сложно предусмотреть и вообще невозможно практически на первом этапе просчитать. Поэтому мы как гипотезу водоем всегда имели в виду, но понимали, что если вдруг у нас это окажется слишком дорогостоящим решением, то мы просто от него откажемся и сделаем просто некую отделку вот этого кольца. Но как оказалось, мы в эту тему стали более глубоко внедряться благодаря нашим партнерам компании Будные проектные решения. И разделили на составные части непосредственно сам вот этот круг, его как бы основание, его отделку и то необходимое оборудование для того, чтобы там появилась вода. Во-первых, мы определились с тем, что нам на самом деле глубина этого водоена абсолютно не нужна. То есть нам по сути нужен эффект такого, скажем так, поверхностного натяжения воды и переливаешься. То есть как будто это просто некое кольцо воды, которое окружает и постоянно переливающаяся вода. То есть в принципе глубина водоема может быть буквально несколько сантиметров. И вот то оборудование, которое необходимо для того, чтобы там появилась вода, оно на самом деле не такое дорогостоящее по сравнению вообще со всей самой этой конструкцией. Вот. Мы определились, что точно у нас вода там будет. Вот. И она, конечно, дает вот этот зеркальный эффект отражения архитектуры в ней, окружающей среды. И, конечно, это будет смотреться все совершенно по-другому, если бы там воды не было. Но у нас есть задача, у нас же есть сезонность, и мы не можем там зимой воду оставить. Вот. Поэтому нам очень важно, чтобы этот водоем, он смотрелся одинаково хорошо как летом, так и зимой. И вот сейчас мы как раз находимся на стадии принятия решения по тому, какой отделочный материал использовать, а мы пересмотрели уже много вариантов. Это и натуральный гранит, например, который может быть полирован и, соответственно, в состоянии без воды смотреться примерно так же, как и с водой. Дальше мы рассматривали кварцевый агломерат, акриловый агломерат. И сейчас у нас в проработке архитектурный бетон еще и такое покрытие террасу. Пока что не готов поделиться деталями, идет принятие решений, но как только оно будет принято, сразу же в следующей, в одной из следующей серий с вами поделюсь. Но самый большой челлендж, конечно, этого водоема это как раз его форма кольца, то есть очень много радиусных элементов, которые очень сложно сделать или выполнить там натуральным камнем. Это дорогостоящие работы просто-напросто, да, и большой расход материала. Общая площадь водоем не такая уж прям большая, 64 квадратных метров, но тем не менее представьте, сколько материала на это нужно. Плюс еще есть вопрос, чтобы эта конструкция долго жила и не развалилась, да, это вопрос гидроизоляции, который мы также с компанией Тегл сейчас прорабатываем. Плюс надо, естественно, понять, как мы делаем основание, из чего, скорее всего, это будет бетон. В общем, вопросов много, обязательно всеми деталями поделюсь. Получился прям как отдельный проект, но очень большое желание все-таки, чтобы какая-то water feature, так называемая, на моем участке была. Мы, кстати, рассматривали еще один вариант water feature, вообще в концепции была идея, что вот этот полукруглый навес над паркингом, он представляет собой некий водопад, да, который как раз истекает в это кольцо. То есть изначально планировали такую историю, да, вот, но потом первое, пришли к выводу о том, что, чтобы сделать, чтобы это капало естественно, то есть, например, дождь пошел, да, и вот у тебя получился равномерный водопад, вот, но ты, по сути, его будешь видеть только в момент, когда идет дождь, плюс это не самая удачная система водоотведения, вот, поэтому поняли, что если и делать водопад, то нужно делать искусственный, соответственно, циркулировало, а дальше, ну, что даст тебе этот искусственный водопад, если это просто вот некие капли дождя, дополнительный шум, вот, ну, это такой аттракцион очень, как бы, ненадолгое время. Начали думать, а что если сделать из этого некое представление, да, и сделать цифровой водопад, потому что, ну, как бы, есть примеры, когда из струи воды делается там определенный рисунок, там, можно в текущее время показать там, или какой-то эмодзи изобразить. Есть, например, такой водопад в вестибюле океанариума на ВДНХ. Я подумал, почему бы не сделать то же самое, как бы, здесь, тем более, если у нас дом является некой площадкой для съемок, можно себе отличную декорацию таким образом устроить. Ну, и решили эту историю просчитать. Оказалось, что она особо вот в внешних условиях не применяется, вот, но, тем не менее, как бы, сделали такой просчет, все там строится на таких цифровых форсунках, которые, соответствующим образом, дозируют подачу воды, и все это через единый контроллер как бы управляет. Оказалось, что для создания нашей такой электронной цифровой завесы, которая протяженностью 20 метров, нужно 15 комплектов вот такого оборудования. Каждый элемент стоит 1,7 миллиона рублей. То есть у нас такой цифровой водопад вышел в 44 миллиона рублей. Ну, то есть это вообще как бы с частной архитектурой никак не соотносится, и такая прям дорогостоящая игрушка точно не для нашего дома, поэтому мы от нее отказали. Так, друзья, продолжаем с ландшафтом. Вообще, задача ландшафта в нашем проекте, по нашей концепции, это сделать так, чтобы мы его минимальным образом меняли с точки зрения именно вот самого рельефа. Не строим никакие подпорные стенки, сохраняем максимальное количество деревьев, берем максимум от того, что имеем. Наши партнеры компании Капочева Алексей Петелин разработали эскизный проект ландшафтного дизайна. Уже мы понимаем, как, знаете, по формуле прогрессивного джипега, что уже вырисовывается некая картинка. Вот, сначала она была такая мутная, вот, она становится теперь более четкой. Возникают в процессе какие-то вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. И очень здорово, что у нас на это есть время, да. Мы в спокойном режиме двигаемся к задаче, которая основная поставлена. А задача основная это ландшафтом поддержать ту самую архитектуру, сделать максимально естественной, понятной и, самое главное, разнообразной ландшафт. В частности, в этой концепции отображено, как, например, участок с высоты птичьего полета будет выглядеть летом, зимой, осенью, весной. Какие зоны будут оставаться зелеными, какие осенью будут красными, желтыми и так далее. Нам это важно, потому что наш дом является еще и декорацией, огромной декорацией для съемок и моего канала ВДТ, и детского канала 2А3. Поэтому здорово, чтобы вот эта картинка постоянно менялась. Это, по сути, такая огромная студия, где есть много разных сцен, ракурсов. И внутри дома, и снаружи дома. В любую погоду можно снимать контент, и каждый раз фон будет немножко отличаться. Это... Вот мы сейчас снимаем в студии, да, у нас постоянно вопрос, в какой новой студии снимать. Все они мелькают, и все они плюс-минус одинаковые, да, а здесь такая огромная студия с постоянно меняющимися декорациями. Просто вот то, что как бы... О чем я мечтал, в принципе, когда у меня только начал развиваться YouTube-канал. По проекту ландшафтного дизайна мы, конечно, запишем отдельный выпуск, где просто в деталях разберем все его составные части. Сейчас немножко пробежимся по основным моментам. Как бы центральная часть кольцо Энса, оно остается. В нем мы сажаем большое дерево орех маньчжурский. Он очень красивый, как раз вписывается в эту философию. Он меняет как бы цвета своей кроны. Дальше у нас образуется еще сбоку от дома с правой стороны некая зона детская, спортивная. Поставим туда тренажеры, турник обязательно. Будем тренироваться вместе с детьми. такая будет зона. Причем удобно то, что сразу есть выход из дома. Есть задняя часть двора. Соответственно, если идти по кругу, зона перед спальней главной, она такая, скажем так, интимная. Сейчас пока в предварительной концепции проложили через нее дорожку, но есть желание как-то сделать ее в обход, чтобы если кто-то там проходит, чтобы нельзя было заглянуть в окна спальни, чтобы вот эта территория земельного участка, она была непосредственно для спальни предназначена. Вот. Здесь образовалась еще зона у забора, так называемая лаунж-зона. Всегда мечтал, чтобы был какой-то гамак, может быть, какую-то еще дополнительную мебель поставим. Плюс это позволяет за счет посадок дополнительных скрыть этот забор, то есть со стороны дома он практически уже будет не просматриваться. Дальше у нас есть лужайка перед гостиной и террасой. Соответственно, есть желание опять же ее сделать, может быть, чуть побольше, потому что в принципе открытого пространства на участке не так много, и пусть вот это пространство, оно будет. То есть, может быть, мы ее чуть-чуть как бы изменим и сделаем вот такой вот лужайка, где, не знаю, можно в бадминтон поиграть, в бочу, то есть, какие-то сделать игры, но при этом все равно там есть естественный небольшой уклон, хотя площадка уже более-менее плоская. Еще одна зона с открытым очагом, с дополнительными ограждениями. Ну и у нас есть боковая часть с левой стороны, где зона отдыха и сауна. Она достаточно узкая, но тем не менее тоже она должна быть красивой. У нас там идет естественный овраг, зона будет очень зеленая, приятная, спокойная, когда находишься в зоне отдыха. Все это дополнительно еще украсим какими-то такими естественными большими камнями, валунами. Будем, естественно, делать визуализацию проекта, поэтому можно будет себе гораздо лучше все представить. Плюс также перенесем максимально реалистично это все на платформу Unreal. Можно будет в режиме реального времени погулять по участку и посмотреть, какая разная погода там может быть и как это все смотрится в разное время года. Уже на этом этапе обсуждаем множество технических деталей, из чего будут дорожки, как будет организовываться автополив, где у нас будет компостная яма, куда мы будем выносить мусор, как будет организован летний душ и так далее. Все эти множество деталей обсуждаем. Плюс в раздел ландшафта будет входить обустройство кровли, эксплуатируемой на первом уровне. Так что вопросов огромное количество, обязательно будут делиться всеми деталями. Так, переходим непосредственно в дом. у нас естественно была согласована планировка на этапе эскизного проекта, но начали двигаться с дизайном интерьера и еще какие-то моменты переосмыслять. Мы заданы стенами дома существующими, потому что это составляет архитектуру, визуальный вид, мы не можем двигать уже оконные проемы, плюс уже параллельно разрабатывался конструктив, поэтому это база, в которой мы работали. Соответственно, какие-то изменения внутри по планировке произошли. Первый момент, который подсветили собственно зрители, это то, что я сделал или предположил сделать общий санузел для детских комнат, а внутри детских комнат сделать гардеробные полноценные. Но я подумал, что действительно дети растут, и удобство личное, когда тебе не нужно из своей комнаты выходить, это гораздо более правильно, тем более, что у них не так много вещей, плюс все равно пространства в доме достаточно. В общем, мы поменяли, перевернули эту историю, и из гардеробных сделали внутри у детских комнат два санузла, а из общего санузла сделали общую гардеробную. Все равно есть в детских комнатах места для хранения, небольшие шкафы, и остальное они могут хранить уже в общей гардеробной. Соответственно, с детьми я тоже эти варианты все согласовал. У нас очень важно было с одной стороны красивый внешний вид и очень крутая история, потому что у нас полностью паранорамное остекление, никаких нет простенков. Но с другой стороны, это накладывает определенные сложности с точки зрения расположения, например, мебели. То есть мы не можем поставить шкаф, который будет упираться в окно. Но тем не менее, получилось даже с этими ограничениями сделать достаточно эргономичные комнаты. У каждого из детей рабочий стол, правильно приставленный к стенке и стоящий боком к окну. Они у меня оба правши, поэтому если они будут заниматься за столом и что-то писать, соответственно, дневной свет не будет создавать им тень. Полноценные достаточно большие кровати по полтора метра, телевизор напротив. Но в целом, по сравнению с квартирой, все-таки это спальня. Здесь по идее дети только должны спать, если вдруг какие-то уроки сделать. Пока что все равно концепция досугого дома сохраняется. Тот дом, который мы будем использовать в выходные дни, на праздники, на каникулы приезжать. В будущем он полноценно подойдет и для постоянного проживания. Так или иначе, большая часть времени в таком доме должна проводиться в других местах. В общей гостиной, в комнате отдыха, в съемках в студии и так далее. С детьми все эти планировки согласовываем. В частности, например, мы предположили, что в комнате Ангелины будет ванна, а у Андрея будет душ. Он как увидел, говорит, мне тоже ванна нужна. Поэтому будем делать две ванны. Хорошо, что они участвуют в этом процессе и как-то высказывают свои пожелания. Очень долго крутили еще основной санузел при мастер-спальне. Вроде бы, казалось бы, дом огромный, 500 с лишним метров. Получился даже больше, чем мы изначально планировали. Но все равно где-то приходится в каких-то моментах идти на компромиссы. Тем не менее, сделали задачу, вынесли в отдельное помещение, за отдельной дверью сам унитаз. Потому что в изначальной планировке он находился в общем пространстве сделали отдельную душевую, продумали расположение раковин, поставили уже правильно ванну. Сделали так, чтобы этот санузел с одной стороны был составной частью спальни, но при этом мог отделяться. Планируется стеклянная перегородка с изменяемой прозрачностью и можно будет сделать полностью прозрачным окном, которое через ванную смотрит опять же на этот атриум. И можно его замутнить и сделать так, чтобы ничего не было видно, что внутри происходит. Небольшое изменение у нас произошло в входной зоне второго уровня. Дело в том, что изначально предполагалась лестница, но когда выстроили модель в масштабе, поняли, что высоты потолка там недостаточно, с учетом отделки, вентиляции и так далее. И пришлось эту лестницу выдвинуть немножко в глубину и, соответственно, у нас пропал вот этот вход в входную гардеробную прямо сразу с лестницы. Будет он происходить через небольшой коридор. Этот узел еще с дизайнером прорабатываем, поэтому, может быть, немножко поменяется конфигурация кладовой зоны или технической кухни. Сделаем так, чтобы максимально удобно было входить, раздеваться и пользоваться вот этим пространством. Небольшие изменения произошли и на первом уровне. Изначально, помните, я рассказывал о совместном санузле с двумя дверьми и с умным замком для того, чтобы можно было использовать этот санузел как с одной стороны гостевой, так и санузел при гостевой спальне. Дизайнеры предложили все-таки сделать два отдельных санузла. И получилось это все очень гармонично поместить, поэтому есть отдельный санузел теперь гостевой и санузел полноценный, да еще с небольшой гардеробной комнатой при гостевой спальне. Чуть-чуть уменьшили технические зоны, но не критично остается место под постирочную со своим окном. Есть большое помещение котельной, есть техническое помещение для электрики и для сервера. Оказалось, что у нас мы выделяли еще помещение под вентиляционную установку, но, к сожалению, как бы недостаточного размера, и пришлось сделать еще дополнительное помещение в фундаменте дома, продлить чуть-чуть первый уровень, да, и дополнительную комнату для размещения вентиляционной установки туда сделать с дополнительным просто внешним доступом через небольшую дверь. И туда доступ нужен по сути только техническим специалистам, наверное, не чаще, чем раз в год, чтобы какие-то фильтры поменять, если что-то произошло, но в этом критичного ничего нет абсолютно. Большое желание было разместить массажное кресло в комнате отдыха. Крутили, вертели, пробовали разные конфигурации, получается, что оно реально полкомнаты занимает. и уже полноценной такой вот диванной зоны не получится, потому что кресло это громоздкое. В результате решили перенести его в гостевую комнату. Я думаю, что это большой бонус для гостей, которые будут в этой комнате останавливаться. Ну и плюс эта комната рядом находится и может туда пройти. Даже если ты какие-то водные процедуры принимаешь, то можно будет воспользоваться массажным креслом в уединении от большой компании. А еще перенесли в санузел в комнате отдыха. За счет этого получилось чуть-чуть увеличить пространство сауны и сделать полноценный хороший двойной душ. И еще важное изменение по планировке, точнее некая опция в планировке. Я все время думаю о ликвидности дома. Дом получается достаточно большой, требующий определенного ухода. Я думаю, что я буду справляться при помощи приходящего персонала, во всех случаях найдем кого-то, кто будет обслуживать или будет жить поблизости. Я очень не хочу, чтобы у меня в доме дополнительно кто-то проживал, но тем не менее, для кого-то это может быть важно. И плюс у меня не было опыта проживания в загородном доме и возможно эксплуатация этого дома потребует гораздо больше ресурсов и может быть даже постоянного нахождения как минимум одного человека на месте. Поэтому я предположил вариацию и мы с дизайнером, с архитектором сделали вариант планировки, при которой у нас гараж превращается из гаража на два машины места в гараж на одно машины место, а половина его уходит под блок для обслуживающих персонала. У нас предполагаются такие ворота, которые скрыты под фасад за счет их отделки деревянными планками, поэтому в целом в дальнейшем изменить ворота, сделать их чуть меньше, а остальную часть также оставить в просто фасадной отделке не представляет никакой сложности. Но возник вопрос, чтобы был естественный свет в этом помещении, а там у нас была глухая стена. Поэтому у нас появилось еще одно дополнительное окно-дверь входное и еще одно окно в этой студии. Студия небольшая, там, 18,6 квадратных метров, но со своим санузлом, с небольшой кухней, с гостиной, комнатой, с раскладным диваном. Так что, если вдруг кто-то здесь поселится, достаточно легко будет сделать перегородку, переделать небольшую отделку в уже готовом доме, и это не потребует каких-то кардинальных затрат и переделок. Самое главное, мы заложили сюда все необходимые коммуникации по воде, по канализации, по электрике, и, соответственно, без проблем все это можно будет переделать. Следующий большой блок по инженерии. Опять же, очень много здесь информации, буквально кратко сейчас поделюсь. Я думаю, что будем эти все инженерные объекты отдельными выпусками также освещать и рассказывать. Только у нас полная концепция появится. Первая особенность, поскольку большие панорамные окна, все равно это предполагает наличие внутрипольных конвекторов. Естественно, для такого масштаба помещения они должны быть большие, глубокие, и в интерьере они смотрятся не очень. Но есть вариант, например, чтобы они работали более эффективно встраивать туда электрические моторы, но опять же, это все равно шум дополнительный, плюс они могут выходить из строя, поэтому такое решение мне точно не нужно. Нашли интересное решение, которое в наших проектах уже применяем. Это, поскольку у нас будет приточно-вытяжная вентиляция, подача приточного воздуха как раз через эти конвекторы. То есть оно позволяет увеличить эффективность системы отопления, но при этом не будет такого шума, как от встроенных моторов. Ну, естественно, если конвекторы отключены, то просто через них проходит в летнее время свежий воздух. Естественно, отдельно будут сделаны вытяжные установки. всегда говорят о том, что приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование. Но кондиционирование всегда делается, скажем так, локально. Его можно в единый воздуховод вставлять с приточным воздухом, но по сути кондиционирование выполняет функцию охлаждения воздуха, который уже находится в помещении. То есть оно будет работать само по себе, а приток воздуха будет идти самостоятельно. Я также рад сообщить, что мы нашли партнера по системам отопления, водоснабжения. Наш будущий подрядчик компании ГК Проект Наталья Монтину. Наталья сама обратилась, сказала, что очень хочет поучаствовать в проекте. У нее есть подход такого же перфекциониста, как и я, плюс большой опыт работ и монтажа различных систем. Поэтому мы с Натальей решили, что мы сделаем образцово-показательную котельную. То есть обычно как бы что показывают? Ну, гостиную, да, ну вот там мастер-спальня, вот какие-то там красивые, лестницы и так далее. И все время забывают про котельную. То есть мы хотим сделать из котельной настоящее произведение инженерного и дизайнерского искусства. Подберем правильно оборудование, расположим все как бы четко, то есть прям по инженерному фэншую, как я это люблю называть. Так что обязательно подключим Наталью к моменту, когда у нас уже какая-то общая инженерная решение там будут определены. Ну и в дальнейшем как бы вместе будем делать монтаж. Опыт огромный. Уже Наталья подсказала какие-то моменты, на которые мы там не обращали внимания. Обязательно будем прям в деталях делиться всей информацией по тому, как правильно подходить к системам отопления, водоснабжения, канализации и рассказывать, чтобы вы могли в том числе и на своих объектах правильно принимать те или иные решения. Что касается вентиляции, то пока что остановили свой выбор на приточно-вытяжной установке от компании Турков. Наша российская компания Олег Турков я вообще сторонник того, чтобы поддерживать российских производителей. К сожалению, не во всех сферах это получается. Просто еще пока многие вещи не импорта заместили и к сожалению какие-то материалы оборудования возможны только импортные исключительно. Но где есть возможность и хорошее качество российских производителей, то естественно с удовольствием будем применять и продвигать наших российских производителей. И еще подход к инженерным сетям связан с тем, что я хочу все предусмотреть на будущее, чтобы если вдруг какие-то идеи возникнут, например, у нас возникла идея, а почему бы не сделать уличную купель. Тем более одну такую купель тестил. Мне в принципе история понравилась. Но я хочу, чтобы эта история была автономной, чтобы можно было включить на кнопку подогреть воду, все это сделать, управлять с телефона. Но я понимаю, что это дополнительный бюджет, не факт, что это будет востребовано, но вдруг, если будет возможность, я бы такую историю предусмотрел. Но я бы сейчас не делал. Но заложить инженерные коммуникации возможности под будущее, чтобы потом без каких-то серьезных конструктивных изменений в доме, без серьезного ремонта быстро подключить какие-то дополнительные вот такие вещи, я бы хотел. Поэтому вот об этом тоже думаю. Плюс как бы думаем о системе антиобледенения. Очень удобная вещь, чтобы не чистить соответственно какие-то подъездные дорожки там к гаражу. С утра проснулся, после снегопада у тебя спокойно открываешь гаражные ворота и выезжаешь. Вот такие системы тоже как бы мы предполагаем. На самом деле не такие, они прямо уж и дорогостоящие. по дизайну интерьера тоже активно уже движемся. Помимо проработки планировки уже происходит и какая-то визуальная проработка. Вот конечно занимает достаточно много времени, то есть подбор определенных референсов такой вот визуальной концепции, но уже во всяком случае мы понимаем, что первое мы выбрали стиль так называемый теплый минимализм. Вот в отличие от классического канонического минимализма, такого холодного с серыми тонами. Мы хотим сделать интерьер более уютный. Вот сюда добавить какие-то естественные цвета, более теплые цвета, за счет освещения сделать его таким более теплым, уютным. То есть вообще теплый минимализм он как тренд возник в период ковида, когда приходилось много времени проводить дома и очень большая скажем так эмоциональная нагрузка, стресс, у людей много неопределенности и собственно как бы этот стиль справляется с эмоциональной разгрузкой и очень отлично соотносится с нашими целями досугого дома, уйти, убежать от этого бешеного ритма города, от работы и отдыхать здесь семью и получать ту самую эмоциональную разгрузку. Вообще задача этого стиля это создать определенный визуальный комфорт, когда ты достаточно долго можешь находиться в интерьере и он тебя наоборот успокаивает а не возбуждает. Но с одной стороны это все-таки минимализм, то есть это отсутствие большого количества деталей, это не классическая архитектура, но с другой стороны она дает больше возможностей с точки зрения применения какой-то более сложной мебели, каких-то более фактурных стен и отделки помещений. Могут быть какие-то появляться интересные светильники и так далее. Пойдем по этому направлению. Считаю, что это тренд, набирающий сейчас обороты, как раз микс популярного минимализма и того самого уюта, который люди и целевая аудитория хочет получить от своего дома. Ну и плюс собственно японский стиль, который мы сюда, современный японский стиль, который мы хотим заложить в интерьер. но без перегиба в жесткую японию, он как бы абсолютно точно этому стилю соответствует. На текущий момент у нас начинает вырисовываться вот эта концепция, подобрано какое-то количество референсов. Они здесь периодически будут возникать как некие идеи того, что это может в визуальном формате из себя представлять. Но, конечно, еще огромное количество решений придется принять. обязательно о них во всех расскажу. Дизайном интерьера занимает Сергей Семиотричев, компания К2 Дизайн. И уже даже на этом этапе вместе с комплектатором с Ириной выбираем тех потенциальных партнеров, в том числе уже и по мебели, по освещению, по отделочным материалам, которые могут у нас быть применены в проекте. Делаем это на самом-самом раннем этапе. Приходится в определенных моментах искать баланс между функциональностью и красотой. В частности, например, вот та зона, которую мы назвали условно покерная, где хотели поставить большой стол отдельный от обеденного стола. И собираться с друзьями, с детьми играть в настольные игры. Но по визуальным характеристикам Сергей, например, показывал референсы. И вот такой японский чайный столик невысокий. Возможно, даже с каким-то углублением для ног. Или тот, на котором сидят на подушечках таких, на коленях. Конечно, это все не очень свойственно нашему российскому менталитету. Тем не менее, это очень гармонично и красиво смотрится, особенно на фоне вот этого большого окна. И плюс вид этот не загораживает. Поэтому вот здесь будем принимать решение относительно того, как бы баланса как раз визуального и функционального. И еще один инсайт. Поскольку дом а-ля в японском стиле, у меня была мечта, чтобы где-то появился бонсай. Бонсай – это небольшие деревья, растения, которые там им может быть много сотен лет, и они каким-то образом красиво выглядят. Оказалось, что это не комнатное растение. Ребят, я вот не в курсе был, потому что часто видишь как бы эти деревья в интерьере, но оказывается их японцы приносят и устанавливают в рамках торжественных каких-то мероприятий или как раз фотосессии. То есть у них в интерьере есть и предполагается какое-то место для бонсай, но он там не находится. То есть это абсолютно уличное растение, при том, что оно достаточно прихотливое к условиям. в таком климате средней полосы России зимой естественно они как бы на улице находиться не могут при минусовой температуре. Как бы выяснилось, что если хочешь иметь бонсай, то он должен где-то у тебя храниться, а за ним нужен ежедневный практически уход. На зиму его нужно соответственно в какой-то питомник сдавать, чтобы там тоже за ним ухаживали. То есть целая такая история, которая пока что сомнительна с точки зрения как бы моего именно досугого дома. Вот если был бы обслуживающий персонал, который там постоянное место для зимнего хранения, то окей. Да и наверное не один, а несколько бонсаев, чтобы как бы было ради чего этим вообще заниматься. Но на этом фоне и узнавая более глубоко погружаясь в эту тему, я познакомился с суперспециалистом в теме бонсай Андрей Бессонов, он сейчас живет в Японии как раз мастер по бонсай, занимается этим просто искусно и мастерски. Соответственно, мы с ним проконсультировались и пришли к выводу, что пока что для моих условий это не подходит. Но если вдруг у вас тоже есть мечта по бонсай, с удовольствием оставлю контакты Андрея в описании. Пока что конечно эта тема еще с доставкой бонсаев из Японии, как бы целый отдельный челлендж. Но тем не менее все это осуществимо и я думаю, что эту историю мы будем как бы развивать. А может быть я и сам в какой-то момент решусь просто когда пойму как правильно с ним обходиться и ухаживать. Друзья, давайте теперь небольшие итоги подведем именно с точки зрения бюджета. Это, наверное, один из самых частых вопросов, которые мне задают. А какой все-таки бюджет на строительство этого дома? Друзья, я пока не знаю. Вот действительно пока мы не определимся с сложными решениями, пока под каждой из них не найдем производителя, поставщика, пока все это не вобьем, не просчитаем и как бы не определим полную номенклатуру вообще того, что нам нужно сделать, в каких технологиях и как, и что у нас зависит от валюты, что не зависит от валюты. Вот мы как бы этой цифры иметь не будем. Однозначно мои предположения, что можно уложиться в бюджет 200 тысяч рублей за квадратный метр, когда мы только начинали проектировать, они абсолютно не обоснованы. Мы сейчас наши проекты инвестиционные строим себестоимостью где-то 350-400 тысяч рублей за метр. Если заказчик строит похожие дома, то это где-то себестоимость 500-600 тысяч рублей за метр с учетом маржинальности еще управляющей и строительной командой. Соответственно, я где-то рассчитываю, что, наверное, все-таки где-то в 300 нужно укладываться. Но сейчас прилетают как бы уникальные решения, у нас много экспериментов, где-то до сих пор непонятно вообще, сколько это и как может стоить, и как это оценивать. У нас такой родился мем, все по 15. Прилетают крыши 15 миллионов рублей, окна 15 миллионов рублей, то-то 15, все по 15. какая-то волшебная цифра. И вот сколько этих составных частей, которые все по 15 миллионов рублей. В результате как бы точно бюджет будет достаточно большой. И в этом случае возникает вопрос, а имеет ли смысл вкладывать такие деньги в поселок достаточно удаленный, не такого премиального уровня, где стоимость земли условно миллион двести рублей за сотку. Я для себя однозначно решаю, что да, стоит, потому что, во-первых, этот проект мой и абсолютно не инвестиционный, поэтому у меня нет задачи здесь с какой-то прибылью выходить. Я хочу на этом объекте очень многие моменты обкатать, которые можно будет в дальнейшем применять, плюс какую пользу мы несем тем, что делимся максимально подробной информацией. я для себя вижу, что эти деньги будут вложены в том числе и продвижение канала, продвижение моего персонального бренда, потому что такой информации просто ни у кого не будет. Это стоит много. Плюс огромное количество партнеров, которые нас, я уверен, поддержат с точки зрения каких-то коллабораций и сделают хорошие условия, плюс такие условия для зрителей еще смогут предоставить. В общем, я думаю, что прорвемся и справимся, но однозначно какую-то смету благодаря Айна и благодаря нашей BIM-модели мы получим в каком-то ближайшем обозримом будущем. Обязательно также поделюсь и самое главное интересно будет проверить, как она совпадет с реальными будущими затратами. Друзья, ну что ж, у нас выпуск подошел к концу, он опять получился насыщенным деталями. Я когда к нему готовился, думал, ну что, там вроде немного времени это прошло с последнего выпуска, и сейчас мы быстренько все это запишем. Но сейчас уже получается, что мы практически на двухчасовой выпуск выходим. Я надеюсь, что вы множество полезного получили из этой информации. Я теперь понимаю, что, наверное, такие промежуточные выпуски надо делать более часто, а может быть, уже переходить на отдельные сюжеты. Вот, собственно, и так и будем двигаться. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить. Следите за плейлистом Юген. Еще раз повторюсь, ссылочка в описании. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где обсуждается огромное количество вопросов, связанных с строительством дома. И там тоже сюжеты отдельные по своему дому буду периодически выкладывать. Телеграм-канал собака веско-алекс. Также будет ссылочка в описании. Обязательно присоединяйтесь. Ну и напишите, пожалуйста, в комментариях, какие сюжеты из того, что я вам рассказал, наиболее интересны. Составим рейтинг и, соответственно, определим какие-то приоритеты по той информации, которой мы будем в рамках этого проекта делиться. С вами был Алексей Аверьянов. Канал недвижимости строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok